сегодняшняя тема психолог михаил хоррес объясняет социофобия это навязчивый беспричинный страх социального взаимодействия социофобия объединяет несколько расстройств страх публичных выступлений больших скоплений людей страх других этносов и раз сейчас также появляются новые названия для фобии телефонных разговоров общение с незнакомцами в соцсетях страха остаться без лайков в целом страх тех или иных видов общения нормальная часть жизни многих людей и сам по себе страх не считается одним из признаков социофобии такой страх уходит со временем его можно убрать с помощью логических рассуждений и самоанализа но если у человека опасения и тревожность становятся неконтролируемыми и появляются необоснованно можно смело говорить о том что он социофоб страх для социофоба такой же симптом его заболевания как болячка на губе симптом герпесной инфекции и тот и другой симптомы сложно подаются контролю в момент обострения болезни тем не менее многие обыватели а иногда и специалисты считают что социофобия признак слабости характера блажь и предлагают социофобам взять в себя в руки перестать дурачить всем голову однако подобные советы имеют такой же смысл как рекомендация больному гриппом перестать кашлять или просьба к лежащему с простудой человеку начать активно двигаться и не выглядеть слабохарактерным интенсивность неконтролируемого страха у социофобов варьируется и в крайних стадиях может достигать уровня панических атак в этом случае простой разговор с начальником может быть прерван спазмами дыхательной системы учащенным сердцебиением потливостью повышением давления у некоторых признаки социофобии могут быть неврологически обоснованы например люди с аутизмом часто демонстрируют признаки неконтролируемой тревоги в процессе взаимодействия с другими людьми большинство социофобов боятся взаимодействия по социально-психологическим причинам чаще всего это патологическое стремление быть хорошим для всех и мнение что негативная оценка окружающих самая ужасная вещь в жизни если ребенок растет в парадигме что про тебя люди скажут у него есть все шансы начать бояться ситуации конфликта интересов негативных оценок а позже и в принципе контактов с другими видео о социофобии и и симптомах смотри здесь отказ от взаимодействия с другими людьми может быть вызван усталостью закрытостью кризисом самоопределения да просто отсутствием настроения в этих случаях говорить о фобии не стоит хотя поведение таких людей по крайней мере внешне похожи на действия социофоба также не стоит путать такие понятия как социофобия и социопатия социопаты они часто становятся тиранами в физическом и моральном плане презрительно и с ненавистью относятся к другим членам общества но не имеют ни малейших страхов перед ними напротив изучая поведение других они подстраиваются под поведение и желание близких чтобы в дальнейшем использовать их расположение в свою пользу о необычных фобиях звезд читай в галерее если ты обнаружила у себя симптомы социофобии не воспринимай свой страх как признак слабо характерности избавься от жалости к самой себе и обиды на судьбу за то что ты именно такая эти чувства только тормозят нас и никак не помогают работать со страхами вот другие эффективные рекомендации которые помогут победить социофобию разреши себе бояться в терапии фобии есть понятие страх страха зачастую приступ фобии запускается когда человек начинает бояться появления приступа внутреннее разрешение на потерю контроля и ущерб связаны с ней приводит к снижению интенсивности тревожного ожидания а значит и к меньшему количеству адреналина и кортизола гормонов способных запустить паническую атаку дай себе время если ты потребуешь от себя быстрого излечения то скорее всего не выполнишь его а значит испытаешь не только вспышку страха или тревоги но и чувство вины и стыда за то что не сдержала обещания над решением проблемы работают тысячи медиков и психологов по всему миру и даже они не всегда знают как быстро и навсегда избавиться от социофобии и ты не обязана измениться в одночасье выход возможен но излечение процесс который может идти медленнее чем тебе хотелось бы и в этом нет ничего ужасного стань знатоком своей особенности читай книги советуйся со специалистами но не воспринимая эти знания как панацею и приготовься к тому что часть предложенных решений окажется недействующими или дадут временный эффект выздоровление возможно но чаще всего она является следствием кропотливой работы не только помогающего специалиста но и самого социофоба помни ты не обязана быть хорошей всегда и для всех другие люди могут относиться к тебе негативно это нормальная часть жизни которую невозможно прожить без конфликтов и негативных оценок со стороны окружающих поговорим о других популярных социально психологических понятиях